Дорогие друзья, приветствую вас на зоне. Сегодня я вам покажу пару заготовочек на зиму, потому что сани нужно готовить летом. Сани, которые загружены консервами на зиму, значит, я, знаете, естественно, делаю свои фавориты. Я люблю очень такую штуку, которая называется аппетитка. Штука абсолютно универсальная, ее можно есть прямо ложкой, можно с хлебом, можно с пельменями, можно в супы добавлять. Но я аппетитку люблю есть ложкой с куском хлеба. Я считаю, что неблагодарное дело здесь что-то мерить весом, объемами, но я знаю, что есть граждане, которые хотят от меня цифр. Поэтому я сегодня, как обычно, буду делать на глаз свою аппетитку, но для тех, кто хочет цифры, я каждый компонент буду запускать через весы. Я его на глаз так определил и через весы, и тогда вы получите цифры. Я вам должен сказать, что я помидоры заранее очистил от кожицы. Ну, в кипяток опустил на 30 секунд. Кожица сама начинает, собственно, слазить. Потом ее очистил, потом эти помидоры в холодную воду из кипятка, да, и очистил. Видите, вот мои помидоры, вот они очищены уже, и я вырезал из них вот то место, где крепится плодоножка. Значит, я хочу сделать 5 банок. 5 банок по пол-литра. И, значит, мне нужно 2,5 литра смеси, которая зальется в банки. Килограмм помидоров здесь, да. Я сейчас эти самые помидоры измельчу в мясорубке. Значит, я сейчас их нарежу, чтобы они помещались в жерло мясорубки. Значит, стандартная технология изготовления аппетитки предполагает уваривание вот этой помидорной массы. Ну, с теми добавками, которые здесь есть. Я же буду избегать уваривания. Я сразу сырую массу положу в банки и подвергну их, конечно, стерилизации в автоклаве. У меня сегодня мой давний друг Малиновка. Значит, вот моя помидорная история. Сейчас давайте я быстренько их измельчу. Запоминайте килограмм помидоров. Есть. Помидорная масса есть. Теперь сладкий перчик. Он у меня уже почищен. Вы видите, тут зеленый, но это ласточка. Самый наш вкусный сезонный перец. Вот красный, зеленый. Есть. 498 грамм. И перец уходит тоже в мясорубку. Перчик есть. Сейчас я посмотрю по объему. Мне нужно, чтобы было 2,5 литра. У меня здесь есть рисочки. У меня получилось 1,5 литра на 3 банки. Я сейчас добавлю еще пропорционально помидоров и перца. Значит, я сейчас добавлю еще помидоров примерно грамм 400 и перца 200. Поэтому 1,4 литра помидоров и 700 перцев. Ну, потому что помидоров в два раза, чем перца. Значит, я сейчас доделаю и будем работать дальше. Теперь чеснок. Я тоже буду дозировать его по весам. Ну, вот, ребятки, 40 грамм. Я не люблю чеснок в мясорубке, потому что он там на стенках теряется. Я люблю вот его взять все-таки на терочке, да. Как раз я буду давать соль и сахар. И вот комбинация соли и сахара относительно помидоров очень хорошо усиливает вкус. Вот эту вот самую помидорность. Поэтому здесь, ну, это пикантная должна быть штука. Она хорошо заводит аппетит. Растительное масло. На все это количество я дам где-то полстакана. Ну, я налью уже на глаз. Вот так. Можно и больше. У меня рисовый уксус 4% кислотности. Я сейчас буду делать по вкусу. Но я могу сейчас взвесить рисовый уксус четверочка. Это я сейчас все перемешаю вот так. У меня на нуле. Я лью на глаз. Не удивляйтесь, что достаточно много, потому что 4%. В два раза уксус менее кислый, чем обычный столовый уксус. Да, 51 грамм. Значит, ну, соль, конечно, тоже на глаз. Значит, вот сахар. Я бы положил, ну, то, что на эту массу я положил бы 2-3 столовые ложки, это точно. Меня сейчас интересует соотношение соли, кислоты и сахара. Вот сейчас я попробую. Вот попал. Значит, перед фишечкой скажу вам, ребята, что вы можете не использовать автоклав. Если бы его не было, то вот сейчас вот эту массу, то, что у меня здесь есть уже с сахаром, с солью, с кислотой, я бы уваривал в кастрюльке, чтобы она немножко подгустела. А потом бы банки на пару стерилизовал, в стерильные банки налил кипящую вот эту булькающую массу, стерильная крышка закатал. И есть надежда, есть надежда, что это не взорвется. А у меня не будет надежды, у меня будет стопроцентная гарантия того, что это не взорвется и не испортится без всякого холода. И вот теперь фишечка пошла. Значит, я сказал, будет 5 банок. В каждую банку я кладу один жгучий перчик. Я по этому перчику сделаю вот такой надрез. Просто прорежу одну стенку, тогда из него лучше выйдет острота. Да, это даже будет некий сюрприз, потому что я не очень-то понимаю, какова степень жгучести вот этого конкретного перца. Но это и хорошо, это и хорошо. Этот перчик вот так засунул в банку. Видите, этот надрез, надрез позволяет еще перчику согнуться. Ой, ты мой хороший, уже хочет выйти из моего плена, так сказать. Вот это очень приятная работа, да, делать заготовочку на зиму. Ну что ж, я укладываю свою главную массу в банки. Откровенно, получится 6 банок. Вот я еще беру одну банку, вот я нашел сухой перчик. Ну, чтобы же тоже в каждой банке был перчик. Почему автоклав, как он работает? Дело в том, что принцип консервирования основан на том, чтобы убить все то, что может вызвать порчу внутри банки, да. Но это часто бактерии, это какие-то живые твари, понимаете. Их надо убить. Этих тварей может убить кислота. Она помогает их убить. Сахар, соль. Кто-то надо мной посмеялся, что сахар это консервант. Консервант. Если бы это было не так, то варенье бы портилось, понимаете. А там сахар консервант, да. Но очень эффективный способ убить, это нагреть. Потому что сварить к чертовой матери бактерии, чтобы они мертвые были. И часто, чтобы бактерию сварить, температуры кипения жидкости при нормальном давлении 100 градусов не хватает. И нам надо добиться температуры 120 градусов внутри банки. Вот тогда гарантированно убьем. А мы по физике-то учили, да. Чем выше давление, тем выше температура кипения жидкости. Поэтому мы заставляем в автоклаве жидкость, ну или пар здесь находится, да, кипеть при 120 градусах Цельсия за счет создания давления здесь. Вот это принцип работы автоклава. Да, и никакая скороварка, никакая духовка не даст. В духовке-то можно нагреть до 120, но там неравномерно. И к чертовой матери банка может взорваться. Вот почему автоклав. Малиновка, это мой любимый автоклав. Вот у меня даже сейчас модель, видите, с окном, с иллюминатором. Можно смотреть, как там бактерии подыхают в этих банках. Важно, чтобы корпус у автоклава был мощный, потому что в нем давление создается. Чтобы корпус не разорвало. И малиновка уделяет очень внимание большой прочности корпуса. Здесь есть сварной шов, который не доходит до края. Вот крышки. Ну, того места, где будет крышка. Это очень помогает закрепить, укрепить, вообще говоря, корпус малиновки. Здесь есть дно. Оно называется диффузное дно с лазом. Я не знаю, что такое диффузное дно. Я не знаю, что такое с лазом. Мне это не надо знать. Я потребитель. Но я знаю, что вот эта технология организации диффузного дна с лазом, она применяется там, где прочность тоже очень важна. В военной промышленности, да, и в каких-то тяжелых делах, где важна прочность корпуса. Здесь есть ТЭН. Значит, смотрите. В малиновке есть автоклавы, которые ставятся на плиту и нагреваются от плиты. Там на газовую, на электрическую плиту. Это не есть автоматический автоклав. А у меня автоматический. Значит, там какие есть объемы? 20, 26, 35, 42 литра. Вся эта линейка. Ну, чем больше литров, тем больше банок влезает одновременно в автоклав. Ну, сейчас ставится на плиту и в ручном режиме ты смотришь время, да, значит, стерилизации, зная, какой у тебя продукт. А у меня смарт-шеф, у меня малиновка, которая сама себе может нагревать, потому что здесь установлен ТЭН на дне. Причем здесь особая технология установки ТЭНа. Он приподнят на дном, и поэтому гораздо эффективнее нагревается содержимое самого автоклава. И здесь у меня есть автоматические программы. Я вообще ни о чем не думаю. Выбрал там мясо, рыба, овощи, черт, дьявол, объем банки выбрал, и машина сама все сделает. Еще и с телефона можно ей управлять. Поэтому вот смотрите сами, да, я вам сказал, что вот эта масса требует варки на плите. Я ничего себе не варю, потому что у меня все будет здесь. У меня машинка на 26 литров. В нее помещается 14 пол-литровых банок. Я сегодня помещу 11, потому что у меня будет 6 аппетитки и еще 5 других. Давайте смотреть дальше. Это будет уже овощная икра на зиму с использованием свеклы. Ну что ж, икра. Значит, мясорубку я не мою, потому что я все равно буду измельчать в ней опять помидоры. Ну давайте начнем со свеклы. Она у меня уже натерта на крупной терке. Свекла, обратите внимание, сырая. Ну вот я сейчас возьму для ровного счета полкило свеклы. Морковка. 300 грамм. Лазер зоркий глаз. 300, значит, свекла, сколько я сказал, 500. Морковка 300. Теперь лук. Я сейчас вот так вот взвешу просто. Его 200. Я его взвесил, а теперь нарежу. Меленько нарежу лучок. Я вам скажу, ребята, что вот это, то, что сейчас я делаю, овощная такая икра на базе свеклы, это шикарная закуска. Но вы же понимаете, что тут пахнет борщом. Смотрите, лук, морковка, свекла, помидоры будут еще, сладкий перец будет еще в мясорубке и чеснок. И борщик из этого можно сделать. Вот это и есть универсальность заготовки. Хочешь закуска, а хочешь борщ. Лук есть. И сейчас остаются помидоры. Давайте я сейчас обнулю лук. Обнулю общий вес. Давайте смотреть помидоры. Они тоже, как и предыдущие, это я добавил просто сейчас. У меня запас в стороне лежал. Помидоры очищены через кипоток от кожицы и вырезана плодоножка. А вот помидоры, ребята, 500. Нарезаю под мясорубку. Под мясорубку. Сейчас я уже начну их подкручивать здесь. И сладкий перчик давайте я сейчас тоже через весы. Сейчас я все обнулю. Вот как раз хорошо. Да, 200 грамм. Вот есть. Сейчас я добавлю сюда еще некоторые вкусовые вещества. Значит, вот основная масса. Чеснок я еще взвешу. 30 грамм. Точно так же я его натру для равномерности. Вот основная масса чеснока. Соль, сахар. Но это уже по вкусу. И кислота. Рисовый уксус. Тоже по вкусу, чтобы была такая легкая кислинка. Наверное, менее выраженная, чем в аппетитке. Поэтому здесь, если взять на столовые ложки, две столовые ложки. Одна. Вторая. И где-то тоже полстаканчика растительного масла. Сейчас я все это перемешаю. Здесь масса будет, естественно, погуще. И опять же, все сырые овощи станут готовыми в автоклаве быстро. Потому что автоклав часто, когда-то закладываю сырые продукты, он делает два процесса автоклав. Он и готовит, и стерилизует. Я люблю дарить такие свои консервы зимой. Ну, друзьям, скорее всего. Все, поехал я наполняться. Немножко стуканул сейчас я. Будет пять. Здесь как раз, видите, на пять банок это хорошо. Вот, видите, ребята, заодно у вас есть цифры. С аппетиткой, видите, я на банку ошибся. Но я сделал не меньше, слава богу, а больше. Пять банок. И сейчас я готовлю кассету. Значит, вот кассета. Я сейчас устанавливаю банки. Аппетитка у меня будет на нижнем уровне. Свекольная икра на верхнем уровне. Видите, здесь маховички. Они мне сейчас все зафиксируют. И вот я маховички фиксирую. Вот, видите, компактная кассета. У меня еще есть пока силы поднять ее одной рукой. Но она тяжелая, конечно. Вот, остается только сказать крекс-пекс-фекс и залить сюда воду. Он может работать либо на воде, либо на пару. Если на воде, то банки должны быть закрыты водой. Ну, во всяком случае, она может чуть не доходить до уровня верхнего, верхних банок. А на пару, когда готовится, вот столичком можно налить воды совсем немножко. И смотрите, в чем разница. Когда готовишь на воде, автоклав долго еще открыть нельзя, потому что в нем сохраняется давление. Надо, чтобы оно стравилось. И он остывает, может быть, до 6-8 часов, чтобы его открыть. А когда готовишь на пару, то автоклав можно открыть уже через 60 минут после окончания процесса, потому что давление стравливается быстрее. Я сегодня буду готовить на пару, потому что это овощи, и их там особо переготавливать не надо. Да, значит. Вот я, ребята, налил воду сюда совсем немного. Вот на уровне где-то, ну, естественно, тэн должен быть закрыт водой, да. Это коромысло, которое держит крышку. В крыше манометр, чтобы ты смотрел, мало ли слово, визуально давление. Предохранительный клапан, который стравит давление, если оно здесь почему-то начнет расти за пределы необходимой цифры. Это очень важная деталь клапана. Вот здесь клапан очень надежный. И он, в общем, у меня никогда не срабатывал, конечно, потому что все хорошо. Ну, на всякий случай подстраховываться надо. Клапан должен быть. И вот сюда еще, вот в это место крышки, можно подсоединить еще и систему самогонного аппарата. Поэтому на самом деле, малиновка, это два в одном. Хочешь, стерилизуй, хочешь, делай напитки, которые нравятся тебе, твоим соседям, например. И вот смотрите, в чем здесь крышка, прикол крышки. Видите, вот прокладочка такая, силиконовая. Крышка не вот так закрывается сверху, она закрывается изнутри. Смотрите как. Вот видите, получается, что автоклав сам себя герметизирует, потому что чем выше давление здесь будет, тем сильнее прижимается крышка изнутри. И здесь герметичность 100%. Автоклав сам в процессе работы подожмет крышку как надо. Все, автоклав готов к работе. Значит, вот включили машину. Она напоминает мне, что ее зовут малиновка. Это очень важно. Готовые программы. Я буду пользоваться готовыми программами, хотя можно работать вручную. Подтверждение. На пару. Подтверждаю. Объем банки у меня от 0,35 до литра. Значит, где? Вот вправо. Вот видите, нажимаю ОК. И теперь пошел, естественно, овощи. Вот мясо, мясо, мясо птицы, рыба, овощи. И нажимаю ОК. Да, и вот машина показывает, при каком режиме она будет работать. И процесс пошел. Ну вот, ребята, я тут довыстраиваю баночки. 6 аппетитка, 5 свекольная икра. Должен вам сказать, что все получилось. Да. Вот такая, видите, универсальная приправа сопровождения еды. И в суп можно, и вот так ложкой люблю есть с куском хлеба. На горячую картошку аппетитку можно вывалить. К мясу, к рыбе, в холодном виде, естественно. Да, и никакого холодильного хранения. Это на 2 года. И вот такая овощная икра, свекольного типа, она еще и хороша, как болванка для борща. Поэтому, видите, это абсолютно универсальные вещи. И у меня есть гарантия того, что это не взорвется, и не будет никаких неприятностей, потому что я использовал автоклав малиновка, который убивает напрочь все гадости, которые приводят к порче консервов. Так что выбирайте, ребята, какой способ приготовления консервов вам по душе. Я за малиновку. Тем, кому нравится, скажу вам, что малиновку можно купить на всех популярных маркетплейсах. А на Яндекс.Маркете его еще можно купить в рассрочку. Ссылку я вам оставляю. Знакомьтесь. Ваш дядя Лазерсон. До встречи на зоне.